После передачи на коньках по Байкалу было очень много вопросов, как мы сделали коньки. Это геморройная история, потому что всякая работа, которая связана с лучшим трудом, это проблема. Даже при наличии болгарки, свирильного станка, дрели, еще каких-то моментов, таких тисков, все равно это представляет некую сложность. В наше время, когда люди утратили умение работать своими руками. Они работают своей головой, в смысле бизнеса и программирования. Но вот руками не у всех получается. Я работаю всю жизнь руками, и то встречаюсь с всякими сложностями. Чтобы сделать вот такой простой конек, нужно сначала заказать металл в Долгопрудном. Так, толщина? 4 миллиметра, Д16, либо дюраль. Лигированная алюминия. А вот эта? Это обычная инструментальная сталь, сделанная из профиля, порезанного на сегменты и загнутого по формату ботинка. А как ты приварил? Приваривается сварка. К сожалению, у меня сварка инвертор, но она плохая. У него плохо работает схема запуска дуги, схему регулировки дуги-дуги. Поэтому каждый раз, когда я начинаю варить этой сваркой, я плююсь. И у меня сварка получается не очень качественная. Но для данного случая это вполне подходящая сварка. Варилась это на улице, под навесом, был мороз, как-то что-то сварилось. Вот этот фрагмент держит ботинок. Здесь рант. Ботинок себя представляет, в принципе, альпинистский ботинок, жесткий, платформенный, куда вставляется передний рант. И сзади мы видим, это уже фирменная деталь из-под кошки, которая фиксирует пятку и вдавливает мысок ботинка вот в эту вот секцию. Дальше платформа выгибается более-менее по форме ботинка, так, чтобы не было пустот слишком больших, чтобы он ровнее сидел, меньше места, меньше воздуха было. А дальше вот к этой штуке нужно приделать вот этот конек, который был куплен в агентстве Шилова. Само лидер, да? 470 миллиметров. Ну да, вот лидер не видно, вот оно. Вот здесь кронштейны фирменные. В эти кронштейны вклеиваются, в данном случае, вот здесь вот, с внутренней стороны, металлические пластины из 5-миллиметровой стали, тоже обычные конструкционные. А ты все сделал? Да. Да, в ней нарезается резьба. Резьба? Да. То есть ты сам нарезал резьбу? Да, потому что вот в этот кронштейн подсунут, например, гайку с шайбой, особенно где-то на улице, невозможно. И поэтому для того, чтобы нормально собиралось, делается не гайка и шайба берется, а выбирается пластина. Пластина же распределяет нагрузку по кронштейну более гладким, более ровным образом, без всяких, ну, если не видно. Это специально, я сейчас отклеил скотчем для того, чтобы вот этот вот материал, эпоксидная автошпаклевка, не приклеивалась к этой детали, а приклеилась вот к этой детали, чтобы она была разъемной, и можно было потом его снять в случае необходимости, заточить коньки, снять с платформы, или же там отремонтировать еще что-то такое. Тут же есть вот эти самодельные из уголка. Вообще-то лучше стальные применять эти уголки. Но я в данном случае взял алюминиевый, потому что мне не было под рукой стальных. Я надеюсь, что они будут как-то служить нормально. Отрезьте соосное дело здесь не обязательно. Мало того, хочу сказать, что всегда желательно в конструкциях сверлить отверстия, чтобы они были не соосные, иначе получится лента, по которой разрыв будет. Лучше раскидывать отверстия в разных местах. Только тогда, так сказать, прочность не слишком будет уменьшаться в конструкции. Ну ладно, что сейчас ты будешь делать? Теперь я буду, так как все детали неровные, чтобы они были ровные и сочленялись в плоскости, я буду заполнять вот эти все пустоты автошпаклевкой со стеклотканью. Здесь тоже видно, что платформа выгнута, кронштейн прямой, зазор. Его тоже нужно заполнять автошпаклевкой со стеклотканью, для того, чтобы все это было монолитно, имело максимальную площадь контакта. Вот она автошпаклевка, вот она натвердитель, вот она армирующая стеклоткань, ленточки. Сейчас мы сделаем первый замес, их будет четыре замеса на каждый кронштейн по замесу. Эпоксидная смола, ой, эпоксидная смола, вот эта вот автошпаклевка, она где-то 100 частей пумы, вот этой вот основной массы, на две части отвердителя. Отвердитель розовый, чтобы было видно, как он перемешался, да. Все, значит, начинаем перемешивать, и у нас две-три минуты на сборку. Дальше он затвердеет и будет нерабочий. Это при температуре 20 градусов. Естественно, когда холоднее, он будет затвердеть уже не две-три минуты, а дольше. При отрицательных температурах он затвердеть не будет. Вот, вонючая зараза такая, но очень удобная. Добавляем сюда вот этих вот стеклянных элементов. Вот, и у нас получается автомобильная шпаклевка, армированная стеклотканью. В принципе, она такая продается отдельно, уже армированная. Ну, вот в данном случае я сам создаю этот материал. Тщательно-тщательно перемешиваю для того, чтобы отвердитель у нас в виде равномерно был в одинаковых пропорциях. И стеклоткань тоже, как следует, припиталась. Перемешали. Ну, будем надеяться, что все нормально. Вот. Взяли деталь. Вот. Она уже у нас обезжирена. И на эту обезжиренную деталь накладываем вот этот вот... Такой вот... Материал. Вот. Положили. Вот. Оставлять лишнее жалко. Все, вот она приклеилась. И можно пальцами, не жалеюще, еще поровнее вложить. Не ядовито. Ну, все ядовито. Вся жизнь. Это не сплошной яд. И придавили. Мы видим, что вся площадь занята. Да, лишнее осталось. Это хорошо. Это хорошо. Потом, когда она затвердеет немножко, она твердеет постепенно. Мы ее срежем ножом. Вот. И потом дадим ей возможность полностью затвердеть. Вот это отверстие под винт крепежный. Можно, в принципе, попытаться ой вернуть. Хотя это не обязательно. Вот. Очень сложно даже, я бы сказал, вернуть где-то ману отверстие. Его не видно. Он же там при... Не. Мы ему не дадим затвердеться до конца. Он у нас частично затвердеет, когда мы его вывернем. Все быстро очень происходит. Так, я сейчас пока в резьбу не попал. В резьбу попасть сложно. Винт, мы видим, он сделан из нержавейки. Это ответственный узел. И он требует либо какого-то легированного винта, обычно в крепмаркете можно все это купить, либо вот легированная нержавеющая сталь. Но не хочет он ворачиваться. Да бог с ним. В общем, отверстие поковыряли им. Вот. Здесь у нас все прижато. И мы ждем затверждения этого материала. Еще раз формируем. Сейчас он легко формируется. И буквально еще две минуты, и он будет уже достаточно крепко держаться. Его можно будет уже разнимать. Вот так вот мы сформировали. Все. Ждем, пока он затвердеет. Вот пока там происходит химическая реакция, и автошпаклевка твердеет до необходимого уровня, хочу сказать, что делать коньки на базе обычных пилотов, пилотных креплений, да? Креплений, да, лыжных, беговых, намного проще. Крепление уже есть. Его только остается прикрепить к пластине. Тоже дюралевая. Дюралевая, да. Эта пластина усилена уголком, приклепанным, алюминиевым тоже самое. Все намного проще. А уголок потоньше вроде. Потоньше, да. То есть здесь вполне достаточно. Здесь нагрузку, он такую не несет у нас. Это все сделано, в общем, с запасом по прочности. А вот это все уже было? А это уже все как бы так. Агентство Шилова комплектом продает лезвие, конек и вот это кронштейн. Здесь гораздо проще. Вот эти винты. Вот это самоконтрящиеся винты. То же самое в крепмаркете можно купить. Они так просто не откручиваются. Это ты к ним, их прикрепил к пластину. А пластину к пластине крепления я креплю штатными саморезами. Тут нужно обязательно подобрать диаметр сверла для того, чтобы у нас саморез в заранее просверленное отверстие вошел плотно, нарезав резьбу. То есть все саморезы, которые здесь есть, видно только один. Их здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Они все находятся вернуты вот в эту пластину. Вот они выступают. И сами же они нарезают у нас резьбу. Вязка достаточно. Но нужно очень аккуратно с диаметром подобрать, чтобы он вошел, не сломался. И тоже время, чтобы держался достаточно прочно. Так что вот в этот вариант он намного проще в изготовлении. Покажи, как конек пристегивается. Пожалуйста. Вот он. То есть обычный пилотный ботинок, да? Да. Значит, хотел бы сказать, что экономить на ботинках ни в коем случае не надо. Дело в том, что чем дороже ботинок, чем он лучше, тем у него жестче вот эта вот часть, которая фиксирует говеностоп. Это очень важно. Сам по себе ботинок не должен сильно ногу обжимать, иначе кровообращение ухудшается, и нога может на морозе при минус 20 замерзнуть. И в то же время, так как мы их сильно не шнуруем, голеностоп должен быть укреплен. И поэтому здесь, конечно, нужно по этому поводу смотреть, чтобы он был достаточно жесткий. Какие-нибудь хорошие такие, именно коньковые ботинки нужно покупать. Встегиваются они, как обычно. Сначала передняя часть встегивается. И закрывается. А потом пластинка, она сама при нажатии на пятки, она вщелкивается. И все, и у нас вот такой вот клап получается. Вот то, что у нас подвижность ботинка относительно конька, она помогает даже в какой-то степени лучше скользить. По прочности вполне достаточно. Еще хотелось сказать, что существуют ботинки для туристические ботинки лыжные. Они могут быть совершенно разнообразны, они могут быть утеплены, они могут быть всякими дышащими материалами. Может быть, даже они лучше подошли для этих целей, для автономных путешествий. Особенно, если мы не планируем останавливаться где-нибудь на ночевке в теплых помещениях, где можно его просушить. Этот ботинок очень быстро намокает. Один день, два, при минус 20-30 уже начинается проблема. Он уже влажный и уже достаточно быстро промерзает. А вот эти ботинки, как называется, Back Country, они более приспособлены для многодневных путешествий. У них более мощные дужки, поэтому они могут даже для этого лучше подходить. На Западе продаются коньки и для этих ботинок, и для Back Country ботинок. То есть, там они разные. Такие вот выборы нужно сделать. Существует много разных фирм, которые изготавливают эти ботинки. В том числе и в Иркутске делают небольшими партиями. Все, спасибо. Ну, вот, в принципе, мы сделали шайбу из пластика проставкой. Которые у нас сопрягают кронштейн конька и пластину под ботинок. Вот, в общем-то, работа такая, вроде бы как бы плевая. Ну, все это по мелочи, по мелочи есть, есть тоже, да. Съедает время по мелочи. Поэтому, если кто задумывается заниматься сам, то он должен рассчитывать на достаточно продолжительное время, которое он потратит на это. На самом деле, я считаю, что это сделано не очень красиво все. Можно было бы все это прилизывать. Значит, сам хозяин потом подкрасит сталь, все детали, чтобы не ржавели. До бесконечности делать красивые. Но у меня просто на вас нет ресурсов, возможности. Мне важно функционально, чтобы они были надежные и нормально катились. Вот, на этом конек почти что готов. Как я вам сказал, здесь подкраситься не такие детали, чтобы они не ржавели. Ботинок встегивается и поехал. Кура, вся на Байкал. Так. Это не только за баррак, но и все. Продолжение следует...